приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут Ольга и сегодняшнее видео для меня необычное и первое скажем так из этой серии я хотела бы посчитать все свои запасы пряжи думаю что в этой части я начну с летней пряжи так как сейчас это актуально и постепенно буду переходить на более теплый зимний состав но думаю что сегодняшнее видео будет касаться только летней пряжи значит однажды в одном видео мне Женя с канала Евгения Красникова написала или вернее спросила веду ли я какой-то подсчет того сколько пряжи ко мне приходит сколько я извязываю я вообще как бы вела и веду подсчет того сколько в год я извязываю килограммов и метров пряжи но я не вела подсчет того сколько ко мне приходит пряжи и я задумалась и решила что наверное это нужно сделать и вот сегодня мы с вами вместе посчитаем я даже заведу вот специально тетрадочку в которой буду писать какой пряжи сколько у меня сейчас в наличии есть и по концу по окончанию этого года я подсчитаю сколько я извязала сколько мне еще пришло в общем подведем такой некий итог прихода расхода пряжи значит сегодня еще раз повторю что я буду брать в основном летнюю пряжу возможно еще вот какие-то составы с акрилом я отнесу к этой серии в следующей части буду снимать тогда зимнюю пряжу давайте начнем и я пожалуй начну с самой всем знакомой возможно пряжи это пряжа yarnart джинс вот такая вот пряжа значит состав у нее 55 процентов хлопок 45 процентов полиакрил 50 грамм 160 метров сильно подробно не буду останавливаться на каждой пряжи просто буду в общих чертах говорить из этой пряжи я возможно кто следит за моими видео увидели у меня есть джемпер с листьями ажурный такой и я вязала вот из такого цвета это 68 цвет я вязала вот именно этот джемпер с листьями ну и такая история произошла быстренько вам расскажу значит я вязала этот джемпер и начала вязать рукава и понимаю что мне скорее всего не хватит пряжи я как раз в очередную закупку решила докупить два моточка вот этой вот пряжи вернее вот этого цвета значит ко мне пришла эта пряжа и цвет в принципе практически не отличался я очень переживала что партия другая потому что то пряжа покупалась задолго вот до последних вот этих двух моточков и я подумала как бы вернее я переживала за этот момент но цвет практически не отличался и что вы думаете я на джемпер у меня было шесть мотков тогда вот я еще два мотка докупила и у меня от тех шести мотков еще остаются вот эти вот клубочки то есть получается вот эти вот два моточка мне не пригодились тогда но я сильно не расстроилась куда-нибудь извяжется то есть на данный момент это пряжа запасах давайте мы сейчас тогда чтобы уж точно знать какой вес вот я взвешиваю вот эти вот так 17 грамм и здесь 100 грамм я буду записывать за кадром вес всех моих запасов а потом как бы вам покажу и подведем итог дальше значит я вот еще приобрела такую же пряжу вот в таком вот цвете этот цвет у нас 65 такой припылен на розовый на камере мне кажется немножко поярче вам передается на самом деле он побледнее и таких у меня было восемь мотков один из мотков я использую сейчас в вязании куклы для дочери такой большой куклы крючком я ее вижу поэтому сейчас наличие у меня вот этого цвета 7 мотков так как 8 я уже не считаю он у меня работе еще какая пряжа у меня есть из этой серии значит куклу я также вяжу всю из джинса практически все вот такой вот 48 оттенок сейчас он у меня один наличии один моток я почти извязала на эту куклу и вот такой вот еще у меня есть 0 7 цвет таких у меня два моточка но просто вот я последний раз снимала мастер-класс вот на такой вот узор и как бы начала из одного мотка вот вязать этот узор эту пряжу я планирую тоже пустить на куклу на волосы на ее но пока что она у меня в наличии есть я запишу что у меня вот вот этого 0 7 цвета 2 мотка то есть 100 грамм и вот такой вот цвет 48 50 грамм так дальше что еще значит из джинса у меня все еще есть наподобие джинса вот такая вот пряжа сейчас на камере очень яркий конечно цвет вам передается немножко он потемнее такой цвет фуксии очень красивый мне очень понравился этот цвет это пряжа называется газал джинс в 50 граммах 170 метров цвет вот этот вот у нас 1138 и состав у этой пряжи 42 процента акрил 58 процентов хлопок тоже такая очень приятная на ощупь немножко даже какой-то велюр напоминает это пряжа у меня таких вот 8 моточков то есть получается 400 грамм планирую тоже что-нибудь летнее себе связать и я вам даже могу показать образец вот из этой пряжи который я вязала вот такой вот конечно цвет этот совсем не передается на камеру он более темный возможно вот вот сейчас вот там вот цвет похож вот очень приятная такая пряжа на ощупь хотелось бы с ней тоже поработать я еще не вязала из этой пряжи если вот из джинса джемпер я вязала и носить ношу его постоянно и знаю что он действительно не убиваем и стираю в машинке в стиральной мне очень нравится вот из этой пряжи еще пока не вязала но на ощупь очень приятная так продолжим сейчас немножко убрала из кадра лишнее чтобы освободить место для другой пряжи и продолжаем значит вот такая вот у меня есть пряжа интересная пряжа как бы грубоватая на ощупь немного и тяжеленькая это пряжа yarnart эко-катон состав 85 процентов хлопок 15 процентов полиэстер в 100 граммах 220 метров цвет у меня 770 такой как бы голубой цвет но знаете у него есть какие-то вот более выбеленные участки где-то потемнее ну то есть как бы меланжевый такой эффект того что вот мне кажется вот у этого полотна будет эффект того что уже его носили скажем так ну это тоже на любителя как бы я вам сейчас тоже покажу образец который я вязала из этой пряжи вот мне изначально хотелось связать себе кардиган летний такой но мне кажется для кардигана будет грубовато это пряжа что ли как-то так даже ну я долго-долго над ней размышляла и вот сейчас я пришла к выводу что я пожалуй из нее постараюсь в ближайшее время начать вязать такую рубашку типа пола с таким вот воротничком на пуговичках вот попробую что-нибудь такое воплотить жизнь вот такой вот образец значит у меня в наличии получается 7 моточков 700 грамм еще одна пряжа тоже интересная такая это на как колико симли если я правильно читаю на как колико многим знакомая а здесь получается она еще с такой блестящей ниточкой люрекса ну или как здесь называется полиэстер да состав у этой пряжи значит 49 процентов хлопок 49 процентов акрил и 2 процента вот металлик полиэстер вот такой вот цвет тоже красивый цвет такой темно-розовый и полиэстер то вот этот вот металлик он тоже розового цвета и такой приятный блеск придается цвет 4569 ф и в 100 граммах 240 метров вот такая вот интересная пряжа у меня в наличии 5 моточков этой пряжи и тоже у меня был связан образец вот такой вот тоже интересно смотрится ну не знаю даже что я и когда решусь из этой пряжи связать но пока пока нет особых идей в голове возможно что-то и свяжу в этом году возможно уже и нет посмотрим еще одна пряжа у меня есть наличие летняя такая скажем это вот и орнарт саммер такая интересная ниточка сразу состав этой пряжи это 70 процентов хлопок 30 процентов вискоза в 100 граммах у нас 350 метров у меня 4 моточка цвет вот этот вот 50 он такой серенький вот и вискоза тоже серого цвета вот здесь присутствует как бы ниточка переплетается получается хлопка и вискозы и вот такой вот эффект сразу скажу пробовала вязать образцы непослушная ниточка вискоза ниточка вискозы цепляется без конца вязать из нее сложно особенно начинающим вязальщикам связан у меня образец планировала вот такой джемпирог связать но на разных здесь номерах спицы мне не понравилось как смотрится эта пряжа вот в этом узоре поэтому я пока эту идею отложила и на нее вот у меня недавно возникла другая идея я попробую связать крючком крючком маечку и возможно вот в 3 стартах мая я и начну это изделие значит вот такой пряжи у меня 400 грамм получается следующее следующая пряжа это пряжа от фирмы фибра натура бамбо джаз здесь кто уже мои видео видел знают что я вяжу из этой пряжи джемпер состав этой пряжи 50 процентов хлопок 50 процентов бамбук и в 50 граммах 132 с половиной метра плохо видно цвет у нас 11 тире 231 я джемпер практически довязала и один моточек у меня в работе и остается по остатку у меня пять целых мотков и вот когда я довяжу джемпер я приплюсую еще тот остаток вот к этой вот к этому наличию так что пока я запишу что у меня пять моточков это 250 грамм а там дальше уже посмотрим сколько еще добавится так еще одна пряжа которая у меня есть наличие это alize cotton gold я из нее еще ничего не вязала для меня это как бы новинка скажем так такая вот интересного голубо мятный такой цвет я бы сказала состав этой пряжи 55 процентов хлопок 45 процентов акрил 100 граммах 330 метров цвет 514 значит такой пряжи у меня 5 моточков в наличии но на нее у меня тоже уже есть планы некие и дальше расскажу какие покажу еще одну пряжу и расскажу что за планы значит вот к этой пряжи я покупала так сказать компаньона это вот такая alize cotton gold батик секционно окрашенная пряжа такой же точно состав только здесь идет окраска вот такая вот интересная и я хочу связать себе чайку попробовать для меня это будет первый опыт поэтому я хотела бы чтобы эта чайка была вот как бы полосатая в начале от горловины и там дальше посмотрим насколько мне хватит как может быть я буду как-то чередовать вместе с этой пока еще не решила но в общем вот такая вот задумка и такой пряжи я купила 2 моточка значит вот это вот тоже у меня получается уже планы на эту пряжу есть цвет вам этой пряжи не назвала но его здесь нет вот у меня еще один моточек есть наличие на нем цвета как раз есть значит цвет 3299 приятный такой вот все голубые оттенки такие джинсовый голубой сиреневый с фиолетового даже что то есть вот такой вот мятно-голубой то красивый цвет значит сейчас я уберу все из кадра и продолжим значит вот что у меня сейчас появилась это вот такая стопроцентные мерсеризованный хлопок от фильм фирмы сиам анна твист сейчас я вяжу своей дочери платье вот из такой вот пряжи и пока что у меня вот остается в наличии один моток я его пока запишу а потом будет видно и один у меня был моток и он уже начат его я даже пока учитывать не буду просто вам покажу вот такой цвет вот это вот цвет 320 а вот этот цвет 326 и как бы вот этот вот я запишу моток а этот пока не буду потом по остаткам посмотрим сколько останется и я подпишу значит это у меня платье вяжется для дочери к этому платью я хотела еще использовать вот такую вот ниточку это у нас ярнарт камелия здесь 70 процентов полиэстер 30 процентов металлик и в 20 граммах получается 190 метров я хотела как бы вместе миксовать но я попробовала и получилось очень толстая нитка то есть для того крючка которым я сейчас вижу это не подходит и как-то мне не очень понравилось что получается поэтому наверное я пока отложу эту пряжу или может что-то другое придумаю может просто в одну нить и сделаю отделочку какую-то ну посмотрим в общем вот у меня такого цвета цвет тут к сожалению я вам не назову потому что его не видно где он написан поэтому я вам не скажу получается вот такой вот все фокус потерял вот такой вот сиреневый цвет вот такой вот сиреневый цвет у меня два вот таких вот мы . еще вот один вот такой розовенький я покупала что возможно как-то вот с этой смиксовать значит это у меня один вот такой моточек и еще у меня есть вот пять вот таких вот моточков он кажется на камере вам красным на самом деле он темно-розовый такой скажем ближе вот к этому цвету или вот к этому я его покупала как раз как бы думала что может быть что-то буду сочетать вот с этой пряжи с газал джинс ну пока не знаю пока эту идею я отложила в сторону посмотрим и вот таких вот у меня 5 получается моточков нет она все равно вам передается очень красный такой ярко красный на самом деле он такого бордового винного цвета вот значит таких у меня 5 так а сейчас пожалуй мы уже перейдем к моим остаткам как бы из каких-то вот целых упаковок или там купленных на определенный проект пряж у меня закончились моточки теперь я покажу что у меня осталось от каких-то проектов в остатках значит в прошлом году я вязала себе такой летний топ и мешала две нити одна из этих нитей была вот такая вот yarnart bamboo это стопроцентный бамбук и в 50 граммах 200 метров цвет 564 вот такая вот ниточка очень конечно она непослушная вот сыпется целый моток и сыпется у меня осталось после топа я уже не помню сколько я покупала осталось значит у меня 22 целых моточка и один вот по-моему начатый но тут совсем немного по моему взято даже давайте мы сейчас попробуем взвесить значит вот это вот у нас целый моток 53 грамма ну это вместе с этикеткой и нет это у нас тоже целый моток получается да все целые мотки да это значит у меня все три целых моточка значит здесь 150 грамм вот этой пряжи запишем и еще я подмешивала вот такую вот ниточку это yarnart violet если я правильно читаю и состав стопроцентный мерсеризованный хлопок в 50 граммах 282 метра то есть я вязала ниточку бамбука и вот эту вот ниточку хлопка цвет 6309 а вот этих вот у меня получается один целый и один использованный моток здесь внутри находится катушка поэтому я вам вот наверное вот так мы сделаем я сначала взвешиваю вот этот вот целый моточек сколько он весит вместе с катушечкой 72 грамма он весит и получается у нас 22 грамма весит катушка значит и здесь 58 минус 22 получается 36 грамм значит у меня 86 грамм этой пряжи значит вот так значит запишу сейчас значит еще одна ниточка в остатках у меня но тут совсем вот совсем остатки как бы получаются связаны были образцы у меня из этой ниточки и вот еще тут остался кусочек значит это yarnart style я покупала таких помню 8 моточков значит состав этой пряжи 67 процентов хлопок 33 процента вискоза в 50 граммах 185 метров цвет 668 такой нежный голубой цвет и ниточка вискоза вот тоже блестит очень красиво значит получается у меня на данный момент сейчас мы с вами взвесим сколько осталось если это вот целый моточек 50 до 1 грамм то это уже не целый 45 грамм ну и наверное все вот эти вот остатки 14 грамм значит получается где-то 59 грамм в остатках и 50 109 грамм значит 109 грамм этой пряжи пряжа сразу скажу очень непослушная очень трудно с ней работать мне было тяжело тем более что я в общем то только начинала тогда вязать и вот такая вот трудная пряжа видно сразу все убавки прибавки с этим надо быть очень внимательным и я связала себе джемпер может быть вы видели в моих видео мне конечно нравится как он смотрится но что-то мне не очень нравится посадка этого джемпера и возможно это у меня будет перевяз поэтому пока не знаю пока записала вот это вот в остатках возможно тут джемпера я тоже распущу и что-нибудь свяжу из него совсем другое и наверное сейчас перейдем к акрилу если я еще увижу какую-то пряжу из составе с хлопком я вам покажу возможно в остатках что-то и есть значит вот есть у меня вот такая вот акриловая пряжа называется нако бэйби 100 не знаю почему 100 может быть потому что это стопроцентный премиум акрил значит метраж у этой пряжи 100 граммах 360 метров цвет 208 такой белый очень белоснежный цвет с блеском даже я бы сказала но акрил блестит я его покупала для вязания коврика в ванну хотела такую основу связать сетчатую и переодевать туда вот эту вот пуфифайн в итоге я связала только из одной пуфифайн коврик в ванную и у меня это пряжа так получается осталось в остатках хотя у меня 5 полных мотков но я планирую какие-нибудь возможно чехлы на подушке из нее связать или накидки на какие-нибудь стулья посмотрим он как бы задумок много но пока особой необходимости нет она лежит я думаю все равно я ее применю на что-нибудь в общем вот такой пряжа у меня 5 моточков значит еще у меня в остатке вот такая вот пряжа не очень такой у нее презентабельный вид это пихорка мерцающая я покупала три вот таких вот цвета один был вот такой цвет давайте я вам назову его дымчато-бирюзовый 752 состав этой пряжи 95 процентов акрил объемный 5 процентов метанит и 100 граммах 430 метров покупала я три цвета такой пряжи один из них вот этот вот другой был потемнее зеленый и белый то есть здесь вот ниточка люрекса присутствует я думаю видно и из тех моточков я связала две елочки крючком но этот у меня остался не помню то ли мне не хватило уже терпения то ли еще что то но пока у меня это пряжа в остатках и я думаю что это у меня целый моток я вязала образцы еще из этой пряжи распускала обратно да это целый моток значит вот это и у меня один моточек и еще у меня есть вот такая вот пряжа нока леймфайн я не знаю правильно нет читаю она в составе тоже у нее 96 процентов премиум акрил 4 процента металлик полиэстер 100 граммах 440 метров и цвет у нее 3079 с.е. вот такая у нее ниточка люрекса немножко другого цвета она такая какая-то бирюзовая такая радужная она меняет цвет вот это люрекс вот этот меняет цвет а сама пряжа такая немножко бежево-серенькая я ее покупала тоже на проект на добавление в качестве компании не компаньона а как бы в качестве полос хотела связать вместе с пряжей ализе лана голд 800 вот с ней я хочу сочетать связать джемпер и добавить вот эту вот пол полосы вот из этой пряжи но посмотрим как бы пока она у меня вот в наличии есть как один моток еще маленько такой немножко хлопковой пряжи у меня имеется в наличии тоже совсем небольшие вот остаточки это в последних моих видео я вязала носочки из такую из этих остаточек это пряжа у нас yarnart flowers moonlight у меня из нее связана футболка из остатков я связала носки детские и вот еще у меня остались еще такие остаточки здесь состав этой пряжи примерно полухлопок я уже точно вам не назову и думаю нет смысла в этом значит у меня 25 грамм этой пряжи и еще остаточки небольшие есть пряжи тоже уже не натурального как бы состава вот вот это вот пряжа у меня этикетка здесь внутри это ализе baby best 90 процентов акрил и 10 процентов бамбук ну соответственно цвет я вам тоже не скажу и метраж я даже не назову значит нужно эту этикетку доставать чтобы назвать и метраж и так цвет значит в 100 граммах у нас 240 метров цвет вот это вот 224 состав состав я вам правильно назвала 90 акрил 10 бамбук сколько у меня этой пряжи сейчас мы посмотрим 70 нет 62 грамма я вообще из этой пряжи вязала подклад для дочери в шапку то есть у меня шапка была связана из полушерстяной пряжи а подклад я вязала из этой вот пряжи цвет был примерно одинаковый потому что она очень мягкая на ощупь очень приятно акрил на акрил даже если честно сказать не очень не похоже видимо бамбук хорошо вот так придает имя мягкость и еще у меня точно такая же пряжа есть вот в таком вот цвете в остатках я тоже использовала ее на образец который на который в последний раз снимала мастер-класс и вот еще не распустила сейчас мы взвесим с вами так 42 грамма вот значит в общем то наверное я на этом буду заканчивать я сейчас посчитаю все за кадром а потом подключусь и вам подведу итоги и так значит еще пока я начала подсчитывать сколько в итоге у меня получилось запасов летней пряжи я нашла еще несколько лотов скажем так которые ну наверно тоже отнесу к этой летней пряже хотя она универсальная возможно кроме вот одной значит как бы это тоже у меня пряжа в остатках значит вот акрил еще вот такой вот у меня есть это эту пряжу я помню брала по моему еще два года назад на то чтобы навязать прихваток мышек как раз был наступал год крысы и я как бы вот в сувениры вязала прихватки вот такие серенькие мышки но не рассчитала видимо и взяла два матка у меня осталось еще даже вот получается ну не полтора но почти полтора матка значит это детская новинка от пихормки такая вот пряжа цвет 174 стальной состав 100 процентный акрил высокообъемный в 50 граммах 200 метров вот я уже взвесила эту пряжу она у меня получилось в остатках 76 грамм то есть 50 граммовый целый моточек и вот здесь еще 26 граммов полтора матка да получается в остатках я тогда помню навязала штук пять по моему прихваток это получается из пол матка да значит вот это еще пряжа у меня в остаточках значит что еще у меня есть у меня еще есть вот такой вот хлопок я вам даже не скажу ни состав не метраж ничего не назову покупала я его уже лет пять назад тогда я как раз была беременна дочерью и хотела ей что-нибудь связать я даже вязала но в итоге это все ушло в распуск вот как вы видите сейчас это вот тоже еще не распущенная и пока даже не знаю куда это применить пыталась несколько раз из этого хлопка вязать какие-нибудь крючком панамочки для нее ну что-то у меня не знаю совсем не получаются какие-то размеры без конца большие хотя мне тут одну идею подсказали нужно будет тоже попробовать ее осуществить значит вот это вот желтый цвет и если честно вот точно такой же помню что это были из одной серии одной фермы моточки куплены еще белый цвет но на ощупь это небо и земля вот это вот как будто вот 100% хлопок а это как будто ну процентов 80 хлопка в нем мягче гораздо чем вот это белого вот чем вот это пряжа белого цвета не знаю почему так но я помню что покупала одной фермы с одним составом а с каким уже не назову значит вот тоже у меня это все распущенные остатки вот здесь вот у меня их как бы вот много еще в итоге я посчитала желтой пряжи у меня получается 192 грамма и белый 200 грамм вот то есть получается здесь наверно мотка 4 и здесь почти 4 мотка вот значит это тоже у меня как остатки может быть я к чему-то все-таки применю эту пряжу не знаю к чему можно ее применить и еще одну пряжу которую в принципе я не могу конечно отнести к летней серии но скажем так она фантазийная назовем ее так это я на алиэкспрессе заказывала вот такую пряжу с пайетками то есть вот здесь вот скорее всего вискозный шнурок идет и вот такие вот маленькие пайетки на нем вот я вязала розовую шапку себе из пуха норки и добавляла вот по резинке эту нить и возможно кто смотрит за моими видео тот видел эту шапку я ее показывала и помимо этого моточка это 100 граммовый моточек был но так как я вязала из него здесь сейчас 96 грамм я взвесила я заказывала еще такую же ниточку только темно-серую а в итоге мне пришла ниточка посмотрите какая это алиэкспресс да я заказывала темно-серую ниточку с вот такими пайетками но в итоге мне пришла черная я связала себе шапку из темно-серого пуха норки уже без пайеток а вот эту я в общем-то написала открыла спор мне даже вернули деньги за нее но она у меня есть наличие не знаю куда я ее применю здесь так-то пайетки тоже красивые они такие голографические то есть они не какие-то одноцветные как вот допустим вот здесь вот они розово-желтые а здесь они вот с таким вот переливающимся радужным эффектом красивая конечно ниточка но черная возможно конечно же в какой-нибудь изделие я применю и расход у них идет такой очень небольшой возможно какое-то даже плечевое изделие можно связать посмотрим значит здесь у меня 100 грамм в этом моточке ну и в общем то это пока вся пряжа я и так получается уже у меня видео сильно затянулось я чтобы много времени не тратить навряд ли кто досмотрит это видео до конца я вторую часть сниму потом уже про зимнюю пряжу а сейчас могу вам огласить так сказать вес который на данный момент у меня есть по летней пряже я если честно не ожидала что у меня столько в итоге получится в этой пряже конечно это не очень большие запасы я знаю на ю тубе много девочек у которых там просто десятками килограммов измеряются запасы но для меня это уже много я все-таки стараюсь извязывать свои вот эти вот все запасы то есть покупать пряжу под проект и как бы вязать его но и уже у меня получается это пряжа простаивает я не люблю когда она вот так долго лежит значит получилось у меня в общей сложности 5835 грамм такой вот летний но тут и акрил конечно присутствует и вот такие вот пайетки но тем не менее 5 почти 6 килограммов пряжи только летний я даже уже боюсь доставать свою зимнюю пряжу не скажу что у меня ее намного больше но тем не менее возможно еще столько же и будет так что вот на данный момент у меня столько килограмм пока получилось обязательно в следующей части я сплюсую это тоже все как бы посчитаю общий общий вес всей моей пряжи и конечно же это меня уже наталкивает на мысль что наверное я в ближайшее время пряжу заказывать не буду все-таки нужно извязывать то что есть иначе ну что хорошего что она лежит пылится как бы соблазняет меня на какие-то вещи я покупаю и покупаю все больше и больше наверное не стоит пока ничего заказывать нового в общем вот такое вот такой вот формат я сегодня решила провести показать вам мне конечно теперь интересно ваше мнение что вы думаете по всему этому поводу много это пряжи у меня в запасах или мало или это как бы в принципе нормально для вас у вас сколько запасов пряжи обязательно пишите это все в комментариях давайте пообщаемся обсудим эту тему не забывайте ставить лайки обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить мои дальнейшие видео не только с пряжей но и с моими продвижениями с какими-то новыми процессами а я благодарна вам за то что вы посмотрели это видео и как обычно не прощаюсь с вами а говорю вам до новых встреч пока